Привет, друзья, с вами Кик. Не делал видео, потому что интересных новостей не выходило. О чем говорит, что CoinGate начал поддержку XRP, что 4500 магазинов, онлайн-магазинов могут уже принять платежи с помощью XRP. Могут, но никто не пользуется CoinGate. Если смотреть их статистику, там у них есть PTC, Litecoin, Ethereum, а теперь XRP. Но если никто не пользуется, пусть будет 100 тысяч магазинов. Это же то же самое, что в Венесуэле KFC начал поддерживать Dash для платежей. И один английский репортер, я смотрел видео, что кто вошел в KFC, хотел заплатить с помощью Dash, а продавец сказал, что они вообще понятия не имеют. Ну да, если там написано, что поддерживается Dash, но они понятия не имеют, как это сделать. Так что только кешем. Так что на такие новости не имеют тратить ни время, а еще и ваше время. А когда что-то интересное я нахожу, я публикую. Когда нет времени делать видео, я публикую в телеграм-канале. Можете подписаться, ссылка будет в описании. Но вот вчера кое-что интересное произошло. Из Ripple Escrow Count было переведено 1 миллиард XRP. И что интересно, что в комментах, когда вы делаете перевод, там есть место для комментариев, да? Там было написано «Krow walk now run». Это будет по-русски «ползать», «ходить» и «бегать». Уже можно бегать. Так вот, касательно этого коммента, если посмотреть в 2015 году или в 2014 году, там есть статья, я нашел, опубликовал его в телеграм. Брэд Гарлингхаус, когда давал интервью, он сказал, что сначала мы будем «пользовать», прям вот эти три слова были, «потом ходить», «потом бегать». А бегать они будут тогда, когда большие банки присоединятся к Ripple и будут использовать XRP. А вот такой перевод, один миллиард сразу XRP, это уже означает, что к тому, кому они перевели эти средства, немаленький игрок. Тут важно понимать, что такие вещи – это не совпадение. Они же смотрят, что XRP community в Твиттере очень активно, журналисты очень тщательно следят за большими транзакциями, потому что всем интересно, какой банк следующий или какая-то компания следующая, которая присоединится к Ripple. Так вот, впервые поставить такой коммент, и через несколько лет они знают, что люди найдут этот артикл. Я лично люблю, когда компания делает такие сценарии и добивается. после того, как добивается того, что он сказал. Вот тогда и говорит, что, помните, когда мы несколько лет назад говорили, вот вам и наши подтверждения. Один миллиард XRP, и скоро будем бегать. В любом случае, что получается? R3 и Gordon Network. А я забыл об этом опубликовать в Telegram. Помните, когда я говорил, что R3 и Ripple пришли к соглашению за дверями судебного процесса и заключили контракт. Вышла информация, в этом контракте есть пункт, что R3 будет владеть 50% коммерческой деятельности Ripple. Это меняет, в принципе, в корне все, потому что при таком раскладе, если это правильное слово, получается, что R3 может компенсировать свою прибыль не с XRP, а с помощью коммерческой деятельности компании Ripple. Также есть публичная информация, что SPI, когда они создали джоинт-венчур с R3, SPI имеет 60% в этом джоинт-венчуре, плюс SPI имеет 60% Ripple Asia, SPI Ripple Asia, и 12% от самой компании Ripple. Получается, что SPI, его директор Йошита Китао, дедушка имеет большие планы и будет урегулировать все вопросы касательно Ripple и R3 с помощью джоинт-венчур и Ripple SBI Asia. Ладно, кроме Ripple и XRP, что еще интересного произошло? То, что Facebook купила компанию Chainspace, которая использует технологии шардинг. Плохо то, что Zilliqa не имеет патенты на технологию шардинг, а мы знаем, что они первые начали разработку этой технологии. И Coinspace, по сути, просто скопировали технологию Zilliqa, Zilliqa, как и Ethereum, тоже скопировали. Так что у Zilliqa, Zilliqa остается. Смотрите, открылся Exchange, который в основу взял проект Zilliqa, и все смарт-контракты для токенизации в этом Exchange, они стали использовать Zilliqa. Но для меня это не те шаги, которые фундаментально будут поддерживать будущее для Zilliqa. То есть, я не вижу никак, ну не выходит, не получается у компании Zilliqa приобрести такие партнерские отношения с таким компаниями, чтобы, как инвесторов, я стал чувствовать себя уверенно. Что еще интересного произошло? Это то, что, помните, в прошлом году вышла новость, что JP Morgan планирует начать токенизацию золота. Так вот вышла новость, что JP Morgan с помощью блокчейна Quorum, который основывается на Ethereum, начнет токенизацию золота уже в Q3 в этом году. Для Ethereum это очень сильная новость. Ну вот на этом все. Спасибо всем. Увидимся.